МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Николаевна Котлова проживает в микрорайоне Иртышском уже более 55 лет. За это время послам женщины большая вода и близко не поступала к их переулку Смородиновому. Свекровь моя покойница горела в 41-м году перед войной. Была большая вода, многие населенные пункты топила, но эту деревню не топила. И я вот работала в соходе, в Веснину топила, мостотряд давал паром, делали это ограждение и скот вывозили сюда на гору. Предупрежден, значит, вооружен, считает женщина. К паводковой ситуации в регионе она относится серьезно. К корреспонденции читаю, что вот на левом бережье там и под гора, я знаю даже, которые улицы, но я дед 57 лет живу уже, топят там мешки, затаривают волонтеры. Жителям микрорайонов и СНТ, находящихся в зоне возможного подтопления, в ежедневном режиме проводится информационно-разъяснительная работа. Наша обязанность – предупредить жителей о возможном бедствии. То есть мы оставляем памятки. В памятках указано, куда нужно обращаться в случае экстренной ситуации. Кто-то реагирует с пониманием и понимает всю сложность ситуации, но кто-то может быть даже агрессивно. Но, однако же, наша задача – это предупредить. В памятках подробно описано, как в случае потопления минимизировать ущерб. Также специалисты предоставляют информацию с адресами пунктов временного размещения, развернутых на территории города и района. У нас спросили просто, куда мы можем в случае паводка. У нас на горе живут родственники, как бы мама моя. К ней как бы планируем, если вдруг что случится. А так, по пунктам размещения, да, есть постоянно в соцсетях. И волонтеры к нам приходили, спрашивали, как бы объясняли все. Специалисты городского управления по делам ГОИЧС ежедневно мониторят ситуацию с помощью новых беспилотников, оснащенных камерами и тепловизорами. Особое внимание городским дамбам. Беспилотник на расстоянии до 8 километров может определить состояние дамбы или насыпи, ее температуру и влажность. Специалисты обследуют территории микрорайонов Левобережья, Сумкино, Иртышки и Подгорные части. Воздушные гаджеты в случае прихода большой воды смогут оповестить жителей об опасности. В них встроены громкоговорители. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Сегодня в России отмечают День пограничника. Тоболяки, защищавшие рубежи родины, утром собрались в саду Нермака. Торжественным маршем они прошли по одной из главных магистралей города к памятнику защитникам Отечества во все времена. Здесь состоялась церемония в память о тех, кто погиб при исполнении долга. Как сто лет назад, так и сегодня, когда у нас проходит специальная военная операция, первыми встают на защиту рубежей нашей страны от тех диверсионных бандитских формирований, которые посягают на территорию нашей страны. Поздравляя пограничников, все отмечали их стойкость, волю и верность доблестным традициям. В Товольске более 600 человек, служивших на границе. Из них самые активные ведут патриотическую работу с молодежью города. У нас есть музей, мы в музее собираемся в праздники, проводим всякие мероприятия там. Кадеты у нас есть, кадетами занимаются, на соревнованиях ездим, на область, в городе. Той же результат уже есть. Ветеранов поддерживаем, сейчас поеду поздравлять ветеранов нашего, который упрямлял участие на острове Ядаманском. Праздник продолжился автопробегом по городским улицам. Сегодня выпускники издают самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Без него не получить аттестат и не поступить в ВУЗ. Свои знания проверяли и 659 тобольских 11-классников. На испытания им отводилось 3,5 часа. Подвластен ли школьникам, великий и могучий, расскажут наши корреспонденты. Все самое нужное в руках. Паспорт и несколько черных гелевых ручек про запас. Воду, шоколад и другой перекус можно оставить в коридоре. Все аудитории максимально подготовленных работают только организаторы проученные, опытные, позитивно настроенные, доброжелательные. Все соблюдены требования от питьевого режима до порядка в аудиториях. Школа номер 5 сегодня действует как пункт сдачи единого госэкзамена. 302 выпускника из 659 сдают русский язык именно здесь. Самый массовый предмет и для многих не самый простой. Русский язык это для нас родной язык. В принципе, сложного не должно быть. Но порой мы даже говорим с ошибками, что-то говорить об написании экзамена. Я люблю писать длинные предложения, где нужно по куче запятых. У меня уже не раз это орукнулось в плохом смысле, поэтому в сочинении в этом буду писать очень краткие предложения и по смыслу. Многочисленные правила и исключения ребята усердно штудировали на протяжении последних двух лет. Онлайн обучение, репетиторы и, конечно, школьная подготовка. Каждую неделю у нас были консультации, на которых мы разбирали тесты, сочинения, учились писать. И за это время я знатно так подтянул свой русский язык и уже, можно сказать, налегке решая тесты. На экзамен школьникам отведено 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий, одно из которых – сочинение. Главное – грамотно планировать время и не волноваться. Способы справиться со стрессом у каждого свои. Прежде всего, поддержка близких, конечно же, очень важна. И когда ты знаешь, что в тебя верят, что тебя поддерживают, как-то спокойнее на душе становится. Люблю послушать музыку, особенно классическую. Почему-то у меня вот успокоение от нее какое-то такое. И поэтому я стараюсь слушать музыку утром, прежде чем прийти и сдать экзамен. Результаты экзамена станут известны не позднее середины июня. Кстати, с этого года у выпускников появилась возможность пересдать любой, но только один предмет сразу – до окончания приемной кампании в ВУЗы. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Ковер в каждой школе. В Тобольске подвели итоги реализации всероссийского проекта «Самбо в школу». Общегородской фестиваль состоялся в стенах спорткомплекса «Лидер». Сюрпризом для ребят стал мастер-класс от шестикратного чемпиона мира по самбо Альсима Черноскулова. Подробности расскажем прямо сейчас. Ярко и зажигательно стартовал в Тобольске городской фестиваль по самбо. Этот вид спорта объявлен в нашей стране национальным. Тобольск активно включился в программу его развития и принимает участие во всероссийском проекте «Самбо в школу». Сегодня занятия по этому виду спорта ведутся на базе всех школ города. Самбо я начал заниматься в 2020 году, получается с октября. Мне этот спорт интересен тем, что в нем много очень разных бросков. Также соревнования. Это очень интересно. Ну и добиваться каких-то целей, прогрессировать и прогрессировать. В этом году, наверное, в фестивале в июне, наверное, это было 3 июня, там был дзюдоист. И он был такой довольно крупный. Но несмотря на его габариты, я все равно его победил. Всего за год число занимающихся общенациональной борьбой увеличилось почти на 2000 человек. Итогом реализации проекта стал спортивный марафон. На протяжении дня в городе работало 17 площадок, где боролись спортсмены из 16 школ города и одна на базе споткомплекса «Лидер». Самбо зашло Тобольску. Детям очень нравится. Нравится философия самбо, нравится спортивная составляющая. Дети охотно идут заниматься. Если раньше у нас было 40, 70, 80, сегодня у нас уже занимающихся и участвующих в реализации программы более 2000 человек. У нас есть чемпионы области в этом году, да, мы воспитали чемпионов области. Также областная спартакеада выиграл город Тобольск. Областную спартакеаду выиграла команда города Тобольска. Мы все знаем, что Тобольск – духовная столица Сибири. Но сегодня Тобольск в истории России вписали себя как первый, я думаю, не только в Сибири, но и на других просторах. Не каждый субъект Российской Федерации может поделиться такой радостью, что среди всех 16 школ в каждой школе залы самбо. Сюрпризом и стимулом для юных тобольских спортсменов стал мастер-класса чемпиона мира Альсима Черноскулова. Приятно слышать о том, что именно в Тобольске в каждой школе есть ковер, можно сказать, в каждой школе дом самбо есть. И даже завидую, потому что у нас в Верхней Пышме, где самбо очень развито, где много чемпионов мира, нет такого. Спортивный сезон у самбистов подошел к концу. Впереди только сборы, подготовка к следующему году, который, уверяют тренеры, будет еще более плодотворным. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В Тобольске приступили к реализации инвест-проекта по созданию четырехзвездочной гостиницы «Космос Тобольск Хотел». На объекте прошла торжественная церемония закладки капсулы времени. Мероприятие стало частью празднования дня 50-летия местной нефтехимии. Капсулу времени планируют скрыть через 50 лет в послании обращения к жителям Тобольска 2074 года. Отель планируют создать в эксплуатацию в 2026 году. Он рассчитан на 120 номеров и включает термальный оздоровительный центр, конференц-зону и ресторан. Предполагаемый объем инвестиций составляет более 2 миллиардов рублей. Сегодня мы видим, что Тобольский турпоток активно растет. Каждый год мы серьезно прибавляем по итогу прошлого года плюс 30%. И, конечно, для нас важной задачей является здесь создание новых объектов туристического показа и отельной группы. Открытие нового гостиничного комплекса позволит увеличить цифру еще на 50 тысяч человек. И, кроме того, создаст 150 дополнительных рабочих мест. Красота природы и индустрии. В рамках цикла мероприятий, посвященных 50-летию Тобольской нефтехимии, на улице Мира стартовала экологическая фотовыставка под открытым небом от первого лица. 40 фотоисторий от птиц, растений и даже гранул. На выставке побывала наша съемочная группа. Какую историю могла бы рассказать гусеница? Или изящный венерин башмачок? Голоса совсем не банальных героев перекликаются в фото выставки от первого лица. А здесь мы сравниваем гранул с черной икрой. Потому что действительно похоже, что тут есть какое-то визуальное сходство. Просто о сложном. 40 фотографий эко-тематики. Человек, город, индустрия, природа. Это гармоничное соседство и попало в объектив фотографов. Выставку готовили целый год. Нужно было рассказать про очень-очень сложные процессы. Например, о том, как устроены печи пиролиза. Или о том, где можно использовать черные гранулы, что это такое. То, на чем работает научный институт. Нам нужно было рассказать в двух-трех предложениях, чтобы каждый ребенок понял о том, что происходит на заводе. И о том, например, чем занимаются экологи из Академии РАН на экотропе. Стенды со снимками разместились на пешеходной улице Мира. Почетным гостем на открытии выставки стал губернатор Тюменской области Александр Мор. Вот конкретный цвет, в частности левый, правый и в центре кукурузный цвет, они отражают потребительские свойства для трубопроводов. Черные – это подземные трубопроводы общего назначения, то есть, как правило, коммуникационные. Каждый кадр сопровождает фотоистория и аудиогид, дающий свежий ракурс на привычные вещи. Над интересным проектом потрудились фотографы, работающие в разных жанрах. Для того, чтобы снять эту выставку, я дважды прилетал в Тобойск. В общей сложности 11 съемочных дней, многие из которых начинались на рассвете, а заканчивались в полуночи. Было сделано около 10 тысяч кадров. В финальный отбор попало 450, и вот 27 снимков здесь на выставке. Ну, вот такие цифры. Выставка организована Московским музеем дизайна при поддержке компании «Сибур» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Увидеть фотоработы можно будет до 30 сентября. Анастасия Плюснина, Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. В музей семьи императора Николая II передано уникальное издание «Дом Романовых. 400 лет». Книга была издана под эгидой великой княгини Марии Владимировны в честь памятной даты. Один из экземпляров подарен главе Тобольска Максиму Афанасьеву, городоначальник, и передал книгу в дар музею. В издании содержатся биографии монархов династии Романовых, основные вехи правления. Из книги также можно узнать, как воспитывались и обучались наследники престола, как с детства их готовили к управлению государством и другие интересные факты. Она раскрывает еще и суть дальнейшей ветви в изгнании. То есть она представляет биографии практически десяти представителей, которые в 20-м столетии передавали по крови право считаться членом династии Романовых, что является тоже интересным для исследователей. Спонсор программы – федеральная аптечная сеть «Фармленд». Только в мае. Установите приложение «Фармленд.ру» и получите скидку 200 рублей на первый заказ. Может, сама в аптеку сходишь? А я и так все сама. Приложение «Фармленд» установила, лекарства забронировала, тебе только забрать. Установи приложение, получи промокод в подарок. Какой ты у меня самостоятельный. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. И до встречи. В Тобольске небольшой дождь. Утром плюс два, днем плюс пять, шесть, ночью ноль. Ветер северо-западный до шести метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова